Всем привет! В этом видео я буду вам рассказывать про свои сумки, которые хранятся у меня черти как! Я расскажу вам о сумках, которые прожили со мной все это время, я ими осталась довольна, и те, которые, в общем, с которыми я буду расставаться. Такие тоже имеются. Начну вот с этой сумки. Это Gucci Marmon в размере medium. Средний размер, очень удобная сумка. У меня в нее вмещается просто вообще вся жизнь. Вообще, я поняла, что мне большие сумки сейчас совсем неудобны и неинтересны на каждодневной основе, но у меня есть две, даже три большие сумки, но ношу я только две из них, именно в поездке, когда я куда-то лечу. Обычно такие виды я начинаю с того, что же в моей сумке. Так, здесь у меня влажная салфеточка, сухая, которая уже вон выпала. Также чек за теннис. Мы занимаемся почти всей семьей теннисом. Дети два раза в неделю, я, точнее, Глеб один раз в неделю, Боря два раза в неделю, и я два раза в неделю. Вот этот чек за месяц. Теннис. Вот. Короче, теннис не самый дешевый. Дешевый вид спорта, как было. Детей, а давайте на плавание. Дальше такие конфетки. Вот, не знаю, иногда после кофе хочется выпить. Дальше кошелек. Вот, я что-то вдруг стала использовать кошелек. Кошелек у меня такой от Сальватора Феррагама. Очень удобный, кстати, кошелек. У меня есть неудобность все это держать. Он вот так вот раскрывается. Тут вот карты, мелочь и здесь кэш. Вот. Очень удачно. У него хороший размер. Сюда входят купюры евро. Напомню, мы живем в Европе. Фу, мы живем в Черногории. Здесь в ходу евро. Вот, да, короче, кошелек. А дальше вот такая вот штука. Что это? Это такая вот фигулька от Шанель в таком кошелечке. Это здесь зеркало и салфетки, матирующие для лица. Вообще, наверное, можно носить и без этого мешочка. Ну, как-то вот, не знаю. Мне кажется, так мне дольше прослужит. Вот. Также здесь у меня есть вот такой вот. Это вообще-то кошелечек для ключей. Но я его использую как маленькую косметичку. Там у меня блеск для... Нет, что у меня там? Не знаю. Здесь у меня таблетница. Эти. Пластыри. Пробник духов. Ну, какая-то всякая фигня, короче, такая. Вот. Кое-что еще у нас тут валяется. Бумажки от каких-то этих пластырей как раз. Маска. Маска сейчас очень всем нужна. Блеск для губ. Вот. Очень, кстати, классный блеск для губ. Очень он мне нравится. От Ламе. Вот. Очень хорошо увлажняет губы. Вообще мне нравится. Кину его обратно. Еще почему-то пластыри у меня лежат. Грязная салфетка. Крем для рук от L'Occitane. Уже заканчивается. Вот. Уже купила ему на замену. И также просто помада Chanel в оттенке Boy. 54 Boy. Ну, классическая их помада. И также здесь у меня еще лежит несколько зубочисток. Все. Вот. В принципе, как видите, для такой небольшой сумки здесь много чего влезает. Плюс еще здесь всегда у меня лежит телефон. Вот. Ну, то есть, как-то я вот это сейчас здесь неаккуратно сложила. Очень удобно. В принципе, сумку можно носить на большом ремне. Я так иногда ношу, но чаще ношу вот так. Вот. Очень удачная сумка. Чтобы ее, кстати, здесь еще удачная, чтобы ее открыть, нужно вот здесь нажать кнопочку. Вот. Видите? Очень удобно. Вообще, эта сумка мой фаворит. Я ее очень-очень люблю. У нее очень красивый цвет. Она подходит и под зиму, и под лето, и под осень, и вообще под любые времена года. Вот. У нее очень добротно сделана вот эта вот цепь. Она такая достаточно тяжелая, классная. Хорошо, что вот есть такая вот кожаная, да, вставка на ремне. Ее очень удобно на плечо вешать. Также она прекрасно держит форму. Ну, вот, как видите, этой сумке год будет скоро. Не знаю. Прекрасно держит форму. Много чего вмещается. Очень аккуратно выглядит. Очень красиво выглядит. И такая форма, такая модель сумки очень хорошо. Он, короче, все в себя вмещает. Очень удачно, что здесь нет никаких, не знаю, средних отделений, ничего такого. Короче, вот эта сумка, это прям вообще мой фаворит, фаворит. Очень ее люблю. У них вот, не знаю, в черном цвете они очень красиво смотрятся. У меня такое состаренное золото. Желтое золото. Вот. Очень ее люблю. Очень. То есть, это прям моя самая любимая сумка. Вот уже я ее купила себе на Новый год. Прошлый подарок. Ну, точнее, на этот Новый год, да. И вот ношу ее практически постоянно. Очень она мне нравится. Это прям сумка мой фаворит. Дальше. Давайте пойдем. Ну, вот про эту сумку у меня было отдельное видео. Такая моя летняя сумка. Ну, я, наверное, ее скоро выброшу. Наверное, я ее сейчас уже куплю. Вот. Потому что... Ну, потому что... Вот. Дальше. Подружка мне подарила вот эту вот сумку. Очень она мне нравится. Я про нее рассказывала. Это бумбая котловая витон. Вот. Она очень вместительная. От слова просто адово вместительная. Сюда вмещается все то, что у меня в той сумке. Еще что-нибудь можно напихать. Здесь также есть... Здесь также есть вот заднее отделение. Короче говоря, несмотря на свои достаточно маленькие размеры, я ее люблю носить так, либо просто на плече. Она очень вместительная и очень мне нравится. У меня где-то к ней был мешочек. На самом деле, с тех пор, как у меня появилась эта сумка, мне ее подруга отдала в начале лета, я постоянно ношу ее и вот Гуччи. То есть прям вот люблю-люблю и обожаю. Дальше. Сумка, которую я очень люблю, это Малбари. Это британский бренд. По-моему, это лондонский бренд. Очень я ее люблю. У меня две сумки одних. Это удачная сумка и есть у меня неудачная. Я вот ее ношу с таким вот... Это я покупала от российского бренда. Просто такую вот косымку. У нее есть минус, который лично я считаю как минус. Вот этот вот ремешок. Он, во-первых, не имеет вот держателя никакого здесь. То есть он все время в таком состоянии. Мне это не нравится. Вот в таком. Это мне не нравится. И вот тонкий ремешочек. Сейчас все-таки с таким уже не ходит. Хотя, опять же, ну это классическая модель. Как называется модель, понятия не имею. У меня тоже есть отдельное видео. Оно здесь будет. Как она выглядит. Вот такой вот ремешок. Во-первых, модель похожа на Келли Отермес. Вот. Я очень люблю Келли. Я достаточно спокойно отношусь к Биркину. А вот Келли очень люблю. И, наверное, эта сумка мне напоминает именно модель Келли. Поэтому я ее взяла. Этой сумке, наверное, года три уже. Что здесь? Ой. Ну вот я ее храню. Здесь у меня вот такие вот штучки. Значит, у нее два отделения, как вам видно. В этом еще вот тут вот так вот. И вот здесь вот есть, вам не видно. Ну я там подробнее расскажу про эту сумку. Но видите, здесь тоже есть ремешок. Очень удачная сумка. Вот прям вот очень. Вообще, Малбери это бренд, который такой, ну он считается как бы люксовый. Но вот его ценовой сегмент, он такой по нижней границе идет. То есть не сказать, что это прям доступные сумки. Но вот и среди люксовых сумок достаточно доступны у них цены такие, демократичные относительно. И что еще круто, у этой сумки есть ножки. Как видите, вообще она очень добротно сделана. Вот ей три года, и она у меня как новенькая. Хотя ношу я ее постоянно. Очень люблю ее осенью, зимой носить. Ну за счет своего цвета. Идеальная сумка. Тоже много чего вмещается. Но если честно, если бы не было этого среднего разделителя, было бы еще лучше. Она идеально держит свою форму, при этом она достаточно мягкая. Вот. Я ее храню в мешочке. И очень, ну я ее просто обожаю. Я считаю, что это очень удачная сумка. Она шикарная по своему качеству. И в общем она абсолютно стоит денег, за которые я ее за нее отдавала. Мне кажется, она стоила в районе 750 фунтов. Вот что-то в этом роде. Может быть 900 фунтов. Как-то вот что-то в этом роде. Точно уже не помню. Было три года назад. Давайте я вам сразу расскажу про сумку Малбори, которая неудачная. Давайте. Она у меня набита всяким барахлом. Как мне кто-то писал, я неаккуратно храню свои сумки. Возможно. Сейчас расскажу. Мы сейчас заодно с вами и разбарахлимся. Потому что... Ну потому что что нет. Значит, сумка, которая... Сумка, которая неудачная. У Малбори у меня тоже есть о ней отдельное видео. Это, кстати, Bayview, кажется. Это вообще классическая модель. Здесь у нее тоже есть такой замочек. Но этим замочком никто никогда не пользуется. Будем откровен. Значит, это просто толпбек, что называется. Вот эта штука, кстати, вот ее можно вот так вот отстегнуть. Носить как отдельный клатч. В общем, наверное, может быть, имеет смысл. Но так, конечно, никто не делает. И сейчас я подумала, что в этом можно носить паспорта. Ха! Я просто люблю паспорта. У нас два паспорта на каждого члена семьи. Я вот думаю, хм, попробую. Но вот сама по себе сумка оказалась неудачной. Во-первых, она тяжелая. Ну вот если сравнивать с другими сумками, вот такой план. Она тяжелая. Она очень красиво смотрится, может быть. Да, она такая не избита. Она похожа на Neverflot Louis Vuitton, как вы видите. Из таких классических известных моделей. Она не избита. Она так, в общем, достаточно стильно смотрится. И непонятно, что это. В целом она сделана достаточно добротно здесь. Здесь я не знаю, что это за материал. Вот. У нее нету ножек. Это большой минус. И смотри, что у нее есть. Вот такие вот заломы. Они везде. И еще вам, наверное, видно не будет. Вот я не знаю. Видно вам нет. Вот здесь кожа содралась. Эта сумка стоила, мне кажется, порядка тоже 700 или 900 фунтов. Ну, короче, меньше 1000 фунтов. Но при этом фунт британский, не знаю, он дороже евро. Но, короче говоря, качество ее вообще этому не соответствует. Она мне не нравится. Она достаточно тяжелая. И я планирую от нее избавиться. Я ее либо подарю кому-то из родственников, либо продам. Еще не решила, как именно. Я от нее буду избавляться. Но здесь ей больше не место. Поэтому я ее туда кидану. Дальше. Есть у меня сумка, которую, кстати, я очень люблю. Если вы смотрите мое видео, она давно у меня. Лет 5-7 уже я покупала ее. Что называется? Pre-loved. То есть, бушный. У какой-то, не знаю, в Канаде еще, когда мы жили. У какой-то азиатской женщины. Это, правда, такой вот клатч. Кошелек на цепочке. Очень я ее люблю. У нее очень красивый, яркий цвет. Не знаю, мне кажется, эта модель уже даже не выпускается. Но она сейчас немножко по-другому выглядит. У нее вот эта вот кожа софиано, по-моему, она называется. Не помню, как точно, если честно. Ну, короче, идея в том, что она такая не царапающаяся. У нее яркий цвет. Я люблю ее носить именно вот так вот. Вечером куда-то выйти или еще куда-то. На самом деле, я ее постоянно ношу. Вот особенно здесь, в Черногории. Вот почти всегда вечером я хожу гулять именно с ней. Потому что сюда укладываются даже какие-то у меня ключи, телефон. Все, что надо, вмещается. Люблю. И считаю, что это было прекрасное вложение денег. Покупала, по-моему, я ее... Так, по-моему, ее цена была в районе 1300 канадских долларов плюс налог. Я ее брала за 500 долларов канадских лет 5 назад, наверное. Лет 5 назад. Вот. Также, кстати, есть такой же кожа, но только поновейная. Нет, не такая кожа. Нет, другая какая-то кожа. У меня есть вот такой вот для карт такой холдер. Тоже от Prado. Очень он мне нравится. Кстати, очень часто его используют. Просто сейчас что-то решил походить с кошельком. Не знаю. Вот я его использую очень-очень часто. Ну, как видите, розовый цвет. Это я люблю. В общем, вот это я считаю прям идеальное вложение денег. Очень хорошее. Ну, она такая достаточно мягкая становится. И вообще этой кожи ничего нет. Он просто как новенький. Что здесь не выглядит как новенькая? Это цепочка. Где-то у меня, видите, через цепочку пропущена ткань. Вот эта вот кожа. И где-то она у меня отклеилась. Ну, я уже не помню где. Вот. В принципе, это, конечно, не так, чтобы прямо умереть, не встать, как ужасно. Но имеет... Ну, можно его просто подделать. Я пока ничего не делала. Носится идеально. Вот этот вот вид кожи носится идеально. Поэтому могу прямо вот рекомендовать. Здесь у меня есть вот такая вот фигня, которую вообще я не пользуюсь. Мы ее сейчас выкинем. Есть у меня еще вот такая вот косметичка тоже. Очень ее люблю. Я тоже уже много-много лет. Ну, не много. Мужели 3-5. Не знаю. Очень ее люблю. Это от Лон Шан. Люблю эту косметичку. Вот этим я пользоваться не буду. Здесь у меня просто хранятся какие-то мешки. И я это тоже выкину. Вот. Этого больше не место. Дальше. У меня еще есть вот такая вот косметичка от Котч. Не пользуюсь ею. Планирую, не знаю, продать, отдать. Что-то я с ней сделаю. Здесь ей тоже больше не место. Это я отсюда выкидываю. Дальше у меня есть вот такая вот сумка от Лон Шан. Это маленький размер. Вот такой средний, не самый маленький. Тоже я ею не пользуюсь. Тоже попробую продать. Здесь. Дальше. Тут у меня есть рюкзак. Обычный рюкзак. Это Самсонит. С ним мы здесь ходим на хайкинг, на какой-то пикник. Я не знаю. Ну вот на такие вот активные виды отдыха. Вот. Я его использую. Вообще покупала с ним летать, но не летаю. Поэтому вот он у меня здесь хранится. Там внутри лежит одноразовая посуда. Мы берем это всегда его с собой. Поэтому он у меня здесь всегда лежит. Вообще очень удачный рюкзак. Если что, присмотритесь. Это Самсонит. Очень-очень удачный. Очень. У него есть минус. Я про него рассказывала. Вот эти вот. Я не знаю, как это правильно называется. Вот эти штуки. Ты их здесь затягиваешь. Но во время носки они становятся все длиннее, длиннее, длиннее. Это очень неудачно. Но об этом нельзя знать заранее. Поэтому я вот вам рассказываю. Но в остальном очень красивый рюкзак. И достаточно удобный. Тоже какие-то тут у меня эти штуки. Не знаю. Так. Дальше. Сумка. Так. Давайте про маленькие сумки закончим. Это у меня от Гуччи здесь что-то валяется. Так. Есть у меня еще вот такая тоже сумка. Старая. Спиди. Я про нее говорила, что думала от нее избавиться. Но знаете, на меня иногда заходит. И я начинаю ее носить летом. Поэтому, наверное, я не буду ее выкидывать. Оставлю. А, в общем, я ее решила оставить. Потому что, мне кажется, летний вариант такой очень даже неплохой. Она, конечно же, ну, ей 300, не знаю. Это моя самая первая, так сказать, люксовая сумка. Ей, наверное, лет уже 15. Ну, лет 13 точно. Она уже, видите, такая вся. Может, даже больше. Я не знаю, сколько ей лет. В общем, я ее оставлю. Сложу в нее, наверное, мешки. Так. Ну и давайте. У меня осталось две большие сумки. Вот эта сумка от Фурла. Которую, собственно, я и заменю. Вот ту вот Малбари большую. Она у меня... Вот. Это тоже большая сумка. Вот смотрите. Смотрите. Большая сумка. Ручка. Она очень-очень легкая. Самый тяжелый здесь, это вот этот вот... Вот этот вот... Как он называется? Вот эта вот висюлька. У нее тоже минус. Нету вот таких вот ножек. Вообще, хорошо, когда у сумок таких вот больших тоут есть ножки. Но, как правило, их не делают. Я не знаю, о чем думают дизайнеры. Вот, мне кажется, они это упускают. Ее тоже можно закрыть. Здесь вот есть такой вот хлястик. Смотрите. Здесь вот есть тоже такой вот хлястик. Просто я храню такой сложный хлястик, который вот взять вот так вот, хоп. И можно закрыть, если хотите. Вот. Я ее ношу не закрывая. Вот. Мне кажется, идеальная сумка для путешествий. Сюда влезает просто сток всего. Невероятно. Очень красивая сумка. Очень удачная. Это, конечно, не люкс-сегмент, но я ее очень люблю. Вот. Она мне очень-очень нравится. Сейчас я здесь буду разбираться. И дальше сумка с историей. Это, скажем так, после долгого перерыва моя следующая. Это вот одна из моих самых любимых сумок. Любимых сумок. Это Louis Vuitton. Не помню, как называлась модель Арти, может быть. У нее очень красивая ручка. Я про это тоже уже рассказывала в предыдущем своем видео о сумках. Ей уже много, тоже, не знаю, лет 5, 5-7, не знаю, сколько ей лет. У нее пошел... Это не брак, наверное. Может быть, это и брак. Я не знаю. Если вам видно... Вам на ней не будет видно. У нее стало покрываться такой вот белой вот штукой. Вот это вот канва. Вам на ней не видно. Вот видите? С двух сторон. Я думаю, что это от резкого солнца. Это началось, когда мы переехали в Черногорию. Она очень красиво смотрится на плече. В ней есть минус. Она достаточно большая, поэтому ее начинаешь кучу-кучу всего напихивать. Но, тем не менее, она очень удобная. Она очень удобно сидит на плече. Вообще, просто прекрасная сумка. Мне кажется, одна из первых, которую можно покупать у Louis Vuitton. И мне кажется, вот эта вот. Ну, среди больших. Лично для меня сейчас эта сумка, которую я почти... Нет, я ношу ее. Кстати, я люблю ее носить. Вот прям честно скажу. Я люблю ее носить. Видите, когда вдруг мне нужно много чего-то с собой брать, я всегда беру ее. Но, кстати, наверное, сегодня я с ней и пойду. Вот. Потому что она красивая. Она сразу вот... Ну, вот все эти сумки, в принципе, красивые. Но вот это я очень тоже люблю. У нее уже, видите, под загорелых прошу ручек. Так красиво. Но, во-первых, что мне сказали про эту штуку? Я в каком-то влоге вставлю. Может быть, его здесь рассказывала. Ее нужно менять. Вот. Но так как я покупала ее в Канаде, менять ее надо в Канаде. Когда-то поедут, фиг знает, наверное, не можешь вообще никогда. Вот. В общем, поэтому до этого еще недолго. Но я подумала, буду носить так. Ну, а что делать? Вот. А так, что у нее внутри? Внутри у нее вот одно большое отделение. Как можно видеть, я неаккуратно ношу вещи. Там шесть кармашков и один большой на молнию. Вот он там где-то. Вот. Вот сюда можно прикреплять ключи или что хотите. Я иногда ключи сюда пихаю. Либо просто люблю. Люблю. Вот честно. Одна из моих самых любимых сумок. Вот эту я тоже очень сильно полюбила. Вот эта. Это прям мои фавориты. И бордовая Малбори. Остальные сумки я вообще могла бы выкинуть, бы я вообще их не носить. Но иногда они меня спасают, выручают и очень-очень даже помогают. Теперь я сейчас здесь все организую и покажу вам, как это будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА